Следующий сюжет мы начали снимать накануне профессионального праздника ветеринарного работника, который отмечается в России 31 августа. Дополнили съемками начала учебного года в Ненецком аграрно-экономическом техникуме и выяснили, что профессия ветеринара востребована в Ненецком округе. Все подробности у Александра Литковой. Более 60 лет ветеринаров по различным направлениям обучают в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. За это время образовательное учреждение выпустило порядка тысячи специалистов. Сейчас в техникуме обучаются 45 студентов, выбравших профессию ветеринар. С 1958 года в техникуме реализуем эту специальность. И практически каждый год до 90-х годов набиралась эта специальность, а сейчас раз в два года мы ее набираем. Это все завязано на контрольные цифры приема. Последний набор, который мы проводили в прошлом году. И, соответственно, сейчас у нас ребятки также учатся на четвертом курсе, то есть три года назад. Я хочу сказать, что даже был конкурс. Ребята желают обучаться по этой специальности и она востребована. Маша Тихомирова учится на втором курсе техникума, но уже с 14 лет работает в ветеринарной клинике. Девушка признается, главное в этой профессии завоевать доверие своего пациента. Ведь животные не каждого подпустят к себе. Я всегда себя представляла, что буду всегда работать с животными. Еще с детского садика, когда я только узнала об этой профессии, я себя визуализировала, так сказать, с этим. И когда мне уже было 14 лет, и я понимала, что у меня есть возможность идти работать и попробовать себя в этой сфере. Я поговорила, обговорила все с мамой. И в итоге я оказалась у Ланси Николаевны в ветеринарной клинике «Четыре лапки», где, в принципе, и работаю уже третий год. Михаил Казицын также является выпускником техникума по специальности ветеринар. И вот уже более 30 лет работает в станции по борьбе с болезнями животных. Это единственная государственная ветеринарная служба на весь округ. Ее подразделение есть в каждом селе. Ежедневно на благо братьев наших меньших здесь трудятся 40 специалистов. Основной объем работы, это, конечно, у нас связан с оленеводством. То есть это массовые обработки, которые проходят дважды в год. Олени у нас в округе много, как вы знаете, порядка 190 тысяч. Ну и у нас практически все специалисты разъезжаются и проживают неделями в тундре. То есть это вакцинация против сибирской язвы весной. И осенью вот сейчас, в сентябре, поедут на обработки против подкожного лада. Одно из структурных подразделений станции по борьбе с болезнями животных является отделение лабораторной диагностики. Заведующая отделом Марина Ивкина из семьи потомственных ветеринаров. После окончания школы вопрос выбора профессии для нее был решен. Говорит, что ни разу не пожалела о выбранной профессии. Я хочу сказать, что не каждый человек, не каждый ветеринарный специалист сможет работать в лаборатории. Чтобы работать здесь, во-первых, надо очень любить свою профессию, быть дотошным, аккуратным, внимательным, усидчивым. Ветеринарный врач, зоотехник, кинолог или грумер. Все они отмечают свой профессиональный праздник два раза в год. 27 апреля – международный, а 31 августа – российский. К празднику причастны также преподаватели и студенты профильных учебных заведений.